Если уж убивать мозг, то по-другому. Хотите? Да. Вот сейчас будет убит мозг, 100%, навсегда. Вот сейчас я докажу, что множество, любое множество, какое бы оно ни было, конечное или бесконечное множество, и множество его подмножеств, неодинаковое. А подмножество? Подмножество, это когда я несколько взял, вот сейчас я на примере покажу. Вот скажем, было множество, оно состояло из трех всего лишь чисел, 0, 1 и 2. Подмножество, это, ну, грубо говоря, вот это Петя, Вася и Маша. И вот подмножество, это просто, ну, какая-то компания из них. То есть все компании, какие могут быть компании? Во-первых, может быть компания отсутствующая вообще, ну, пустое множество, да, называется? Никого нет, называется компания. Но математики никак не могут без этого обойтись, они просто не могут. Если без нуля математика не живет. Без нуля, без пустого множества, да, она просто не живет. Сразу умирает. Значит, соответственно, мы должны выявить, вот скажем, на день рождения пришло пустое подмножество гостей. Это означает, что вы накрыли стол, и никто не явился. Математика скажет, когда на день рождения пришло пустое множество гостей. А, ну, пришли же. Пришли, но пустое множество, да. Ну, то есть они как, фактически никто не пришел, но он скажет, пришло пустое множество. Ну, множество таких подмножеств, одно. Возможно пришел только ноль, да, Петя? Номер ноль, да? Возможно пришел Вася, возможно пришла Маша. Какие еще варианты? Могли прийти вот эти двое, а могли прийти вот эти двое, да? Все варианты перечислил? Да. Все втроем пришли. Пустое, этот, 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 Папарда и все втроем. Вот теперь уже все. А может такое быть, что, допустим, Вася пришел и ушел, то получится минус один, он пришел и потом ушел? Ну, как бы, он мог, конечно же, прийти и уйти. Но сказку про день рождения мы придумали только для того, чтобы объяснить, что такое поднос. То есть это сказка, ну как бы, она... Мы можем ввести такие уже какие-то более сложные математические структуры. Но вот пока нам не нужно, нам просто хочется сказать, какие бывают виды вот такие. То есть, грубо говоря, вот скажем, вы решаете задачу, вы начальник над этой группой, она у вас работала некоторое время, вы хотите кого-то наградить. Сколькими способами вы можете решить эту задачу? Вы можете наградить одного, можете не награждать никого, можете наградить двух, можете всех трех. Сколько у вас способов решить эту задачу? Ответ, их восемь. Потому что вам выбрать нужно список лиц, который подлежит награждению. Ну и расстрелять, если хотите, я не знаю что. Лучше наградить, да? Слушайте, в математике никакой разницы. То есть, вы представляете в награде. У вас восемь вариантов, вот это и есть. Это то, что я говорю, когда я говорю множество подмножеств. Так вот, ни для какого, ни конечного, ни бесконечного множества, нельзя установить вот такое взаимно однозначное соответствие. То есть, нельзя пересчитать подмножество, используя элементы множества. Для конечного это как бы очевидно, потому что их гораздо больше просто в конечном случае. Если вы пересчитали, значит их одинаковое количество одно. Но подмножеств гораздо больше, чем элементов. Вот здесь же вот элементы, вот они, одноточечные такие, подножки. То есть наградить Пейси, наградить Майси, наградить Колю. Все. А тогда не учтем ни вариант награждать никого, ни награждать вот этих двоих, этих троих и так далее. Вот. То есть для конечных это, в общем-то, и понятно. А вот я хочу сказать, что такого не может быть ни для каких вообще множеств. Это доказал Кантер, и его идеи, а его идеи, конечно, большинство современников, видимо, не оценило просто. Потому что это было чудовищно. Я сейчас скажу, вы сейчас поймете, это просто чудовищно. Значит, смотрите. Как мы могли бы доказывать такую теорию? А вы могли бы еще раз пояснить этот момент соответствия? Что значит соответствие? Соответствие означает следующее, что каждому подмножеству здесь будет поставлен в соответствие какой-то элемент самого множества. И наоборот. Каждый элемент будет отмечать какое-то здесь подмножество. Ну, как бы мы перенумеруем все подмножества с помощью элементов из А. Здесь мы пытались перенумеровать с помощью самих 0,1,2, и это очевидно, что их просто гораздо больше. Но для бесконечных, кто его знает? Вот, скажем, у меня есть натуральные числа. 1, 2, 3, 4. И на бесконечности. И вот подмножество натуральных чисел. Ну, там, подмножество, состоящее из 1, 3, 4. И подмножество, состоящее из четных чисел. Четные числа. Все четные числа. 2, 4, 6. Ну и так далее. Я тут много долго выписываю, да? Так вот, найти соответствие между множеством и подмножеством и вот этим вот рядом означает каждое подмножество в каком-то числу. Просто скажу. Четные числа получат номер 15, условно говоря, да? А вот такое подмножество получат номер 21. И все подмножества получат какие-то номера. Все номера будут разные. Теорема этого не бывает. Никак нельзя так сделать. Теорема о том, что это невозможность. Вы никогда не пересчитайте все. Доказательства я сразу предупреждаю. Она чудовищная. Но все равно послушайте. Даже если вы не поймете ничего из этого доказательства, вы его запомните. Сейчас, минуточку. А если у нас известно количество этих 0,1,2, то мы можем пересчитать? Нет, наоборот, никогда не можем. Потому что вот если их 3, например, то здесь будет 8. Если их 4, то здесь будет 2 в 4, 16. Если их 10, то будет 1000. То есть их гораздо больше просто будет. А есть формула, или мы их должны вот так перебирать? Нет, просто если этих гораздо меньше, чем этих, то невозможно пересчитать эти, путем этих. Их просто не хватит. Нет, ну формата-то есть. Раз, два, два. 20-ти нет, да. Если здесь и объектов, да, если здесь, скажем, 10 было человек, то будет 2 в 10-й. Это в районе 1000. И поэтому, конечно, 10 номеров за 2 в 10-й объектов вас никогда не хватит. Сильно больше. Вам же нужно, чтобы каждый здесь объект получил свой номер. Но вот здесь уже это не вполне очевидно, правда? Мало ли. Ну, взяли и пересчитали. А у нас тут бесконечное количество, да? Ну и здесь бесконечное. Вроде возьми и пересчитай. Постепенно все и пересчитаешь. Так вот, нет. Это невозможно. Кантер шагнул через бесконечность. То есть он предположил, что такое соответствие есть, его нельзя никак даже передать словесно нельзя. Это бесконечное количество слов, надо сообщить, чтобы сказать. Какое подножие, какое номер получило. Он предположил, что есть какое-нибудь соответствие и переговор это к противоречию. Причем не только для натуральных чисел, а для любого одноства. Тут не надо заострять как бы внимание натуральных, потому что иначе тут основная идея не ловится. Ну, готовы? Итак, доказательства противного. От противного. То есть предположим, что смогли. Предположим, что вот оно. Вот оно есть. Четные числа получили номер 15. Нечетные получили номер 3. Все четные, начиная с десятки, получили номер 156. Числа, делящиеся на 3, получили такой-то номер. Отдельно взятые подножства из чисел, которые между 100 и 1000 лежат, получило номер, допустим, миллион. Ну, допустим, вот мы все подножки здесь перечислили. Все. Вот, допустим, это произошло. Тогда рассмотрим... Рассмотрим. Все. Значит, сейчас скажу, что. Посмотрим все числа, для которых подмножество с этим номером, подмножество с таким номером, значит, все числа, для которых их подмножество, соответствующее этому числу подмножество, не содержит этого вот числа. их подмножество не содержит этого, не содержит числа. Сейчас я, я сейчас вот это, я сейчас объясню это на примере. Скажем, если четные числа получили номер 15, то тогда 15 это такое число, что подмножество ему соответствующее его не содержит. Потому что 15 число нечетное. И поэтому оно, соответственно, среди этих чисел будет. Так? А если, например, подмножество, состоящее из чисел 101, 102, и так далее, и 200, получило вдруг у меня номер 195, то это число в нем, внутри своего подмножества лежит, и так далее, сюда его не включаю. Теперь Кантер перешел к следующему. Он рассмотрел вот эти все числа и обозвал это подмножеством В. То есть, это просто некоторое подмножество, ну, вот здесь натуральные числа, а так числа В, да? Ну, подмножество В, это все числа, для которых оно само не входит в подмножество с их номером. То есть, скажем, вот 15 вошло в В, да? 195, так как я написал, не вошло в В. Ну, это для каждого числа мы можем спросить. Вот мы берем число, называем его миллион. Спросите, а какое подмножество у нас соответствовало миллиону? Так, смотрим, какое. Проверяем, миллион в нем лежит? Нет, не лежит, ура! Значит, миллион наш, миллион лежит в В. Дальше, миллиард. Посмотрели, миллиард. А миллиард назывался множество всех чисел, делящихся на миллион. О, а миллиард делится на миллион. Значит, оно лежит в своем миллиардном подмножестве. Значит, мы его не берем в В, не включаем. Понятно ли, как было построено подмножство B? Хорошо. Этому подмножству B тоже должен быть присвоен некий номер B. Ну, какой-то номер, правда? Это же подмножество. То есть те направленные числа, которые не лежат в своих. Значит, ему должен быть присвоен какой-то номер реестровый или кадастровый. Я не знаю, как это называется. Да, наверное? Правда? Должен быть присвоен? Ну, должен, раз каждому присвоен был. По предположению-то, да, нашему, мы что доказываем? Мы приводим к противоречию вот этой идее. Если каждому подмножству присвоен номер, значит, такому подмножству тоже присвоен номер. Правда? Вопрос. Вот этот номер входит ли в это подмножство? Ну, как? Знаете, как? Какой вероятности вы встретите крокодила на улице? 50-50. Да, правильно, девушки, дорогие. Вот вы правильно говорите. Либо встретите, либо не встретите. Правда? Значит, номер B либо принадлежит подмножству B, либо не принадлежит. Сейчас я докажу, что не можно ни того, ни другого. То есть сейчас я докажу, что вы не можете не встретить крокодила, ни не встретите. Ни то, ни другое не может произойти. И это будет то самое противоречие, которое будет устанавливать тот факт, что такого соответствия не бывает. Потому что оно выведено, исходя из того, что мы смогли устроить такое соответствие. Не очень вот этот скелет, он меня как-то... Он меня вдохновляет. Он соответствует тому, что сейчас тут происходит. То есть он как-то вот... Это человек, который, видимо, долго слушал такое доказательство. Вот он застыл, открыл рот, и прошло очень долгое время. Ну хорошо, поехали. Итак, я утверждаю, что кадастровый номер подмножества, которое состоит из таких чисел, из А, что их собственное подмножство их не содержит, что этот кадастровый номер не может ни содержаться в В, ни не содержаться в В. То есть закон исключенного третьего в этом случае перестает быть верен. А так как он универсальный закон логики, то мы пришли к противоречию. Итак, предположим, что кадастровый номер, вот этот, содержится в В. Тогда это значит, что он не может входить вот в это вот множество тех чисел, которые в своих множествах не содержатся. И значит, что он не содержится в В, правда? Это же есть на самом множестве В. Хорошо, а теперь представьте себе, что он не содержится в В. Тогда он должен содержаться, потому что он и есть. Да, он должен содержаться в В. Значит, если он содержится, то он не содержится. А если он не содержится, то содержится. Теперь вам доказано.